Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, видеозрители канала YouTube, ну и Facebook. Если вы на нашем канале, sungatesradio.com, тройное W, естественно, ну и Skype, sungates108, где можно задавать вопросы прямо, вот так сказать, в живом эфире. Сегодня 13 августа 2016 года, и мы поговорим немного о энергии числа 13, нумерология. Ну, прежде чем мы конкретно приступим к этому дню, именинники, с днём явления вас в этот мир к приходу, я хотел бы немного пару слов буквально о том, что такое нумерология. На самом деле, это такая дисциплина, в прошлой программе я рассказывал о том, что Бригумуни, аватар, который дал людям астрологию, это как бы компонент, только намного проще. Без каких-то серьёзных деталей, просто дата рождения, полная дата рождения, ну, может быть, желательно знать время рождения, то есть это было, скажем, после полуночи, или это было ранним утром и так далее. Вот, ведическая нумерология есть, а есть западная, или обычная, традиционная, что ли, нумерология. Ну, и главным человеком в этом деле был Пифагор, это мы знаем, но тут был нюанс. В принципе, Пифагор сам ничего не писал, и писали обо всём этом его ученики. Поэтому, сами понимаете, если кто-то у нас, учитель, что-то нам даёт, то есть понятие исходящая информация, есть понятие входящая информация. Как мы воспринимаем эту информацию, мы можем по-разному все по-разному воспринимать эту информацию. Поэтому много нюансов. Ведическая нумерология, это было гораздо раньше, будем так говорить, в те незапамятные времена, до исторических мамонтов. То есть речь идёт о даже не тысячах лет, возможно, даже не о миллионах лет. То есть таких циклов юг, сатья, трета, два пара, калийога было много. Но, как мы понимаем, Пифагор был значительно позже. Поэтому логично предположить о том, что что-то было раньше, что-то было позже. И трактовка, естественно, разная. Тем более, это преломляется через наше мировоззрение, через наши способности, которые, к сожалению, увяли с тех времён. Для этого нам надо вот эти все приспособления, которые сегодня у нас есть. Для этого нам надо всякие записывающие устройства. Для этого нам надо вот эти устройства, которые сейчас уже скоро не будет их. Я ещё помню времена перьевых ручек в школе учился. Но кто-то, естественно, этого и близко не помнит. Не говоря уже о гусиных перьях. Ну, хорошо, не будем отвлекаться, а перейдём к этому числу. Число 4. 1,3 даёт в сумме число 4. И вот есть в нумерологии два числа. Повторяю, в ведической нумерологии, которые, ну, как бы очень непонятны. С одной стороны. То есть это 4,7. Что это означает? В ведической мифологии, если можно так сказать, или нумерологии, эти цифры представляют собой, их иногда называют планетами, но на самом деле это не планеты. Это точки пересечения орбиты Луны с эклиптикой движения по знакам. И вот северный восходящий узел Луны или нисходящий узел Луны как раз определяется этими цифрами. Это планеты Раху и Кету. Об этих планетах, кстати, на нашем канале мы говорили. Я как раз вёл программу с Анной Ласточкиной, ведическим астрологом. И мы говорили о людях, которые как раз-таки подвержены влиянием этих планет, поскольку они родились именно в эти числа. Я хочу рассказать одну историю, которую мы не упоминали, не рассказывали. Эта история относится к мифологии ведической. Но на самом деле, так сказать, много интерпретаций. Одна из самых простых, не вдаваясь в детали, как, что, для чего. Есть такой напиток. Райский напиток их называют. Он практически даёт бессмертие. Его называют по-разному. Его называют Амрита. Его называют Сомараса. Это ведическое такое название. И вот когда-то, в очень давние времена, была борьба. Ну, борьба у нас постоянно идёт. Борьба от капиталистической системы, саталистической системы. Вот всё должно быть в равновесии. Вы же понимаете, инь-янь, вот этот значок, всё это небо-земля, там, мужчина-женщина, ну, и так далее. День-ночь. И вот была борьба между полубогами и между демонами. Девоты и асуры, так их называли. И вот эта борьба постоянно продолжалась. Она продолжается и сейчас. Но мы этого не знаем, мы этого не видим. Но когда-то это было. Так вот. Была такая ситуация, когда они объединились. Они объединились только с одной целью. Для того, чтобы добыть вот этот напиток. Поскольку этот напиток, сома раса, он даёт практически бессмертие. Ещё раз, сказка. Сказки обычно рассказывают на ночь, но это ведическая сказка. Поэтому мы, так сказать, с утра, у нас время ещё только 8 утра, в городе Чикаго, в Москве 16 часов, на всякий случай. Так вот, они пахтали Молочный океан. То есть есть такая гора, на самом деле её нету, но она, так скажем, кому-то она видна, кому-то типа Шамбалы. Вот есть такое место на земле, и он называется Шамбалой. Но там как бы никто не был, но где-то по описаниям кто-то был. Рерихи, Лавацкая, наши, так сказать, более-менее современники. И вот там, в этой Шамбале, там хранятся какие-то вещи, которые искали. И Гитлер искал, и Сталин искал. Это властелинные они хотели быть мира. Ну, своего рода, вот как Амрита, потому что никто не хочет умирать, все хотят быть бессмертными. Ну, и даже полубоги, и даже вот эти асуры, демоны, они тоже смертные, просто у них срок другой жизни. Взяли эту гору Миру, и начали пахтать вот этот вот Молочный океан. И там, черти что творилось, кому интересно, прочитайте. Это любопытно. И вот, после этого пахтания, там, ну, как вы понимаете, если вот мешать, 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 то масло можно получить, правильно? Молоко, там все это, вы знаете, процесс. Там та же самая история была. Ну, еще раз детальнее буду вспоминать, там и яд был, там и Шива был, который выпил там океан этого яда и так далее. Ну, вы понимаете, несколько капель там пролилось, и вот образовались там, ну, разные интерпретации, такие демоны, которые звали Кету и Раху. Короче говоря, добыли эту Амриту, этот Самурасу, добыли напиток, и теперь его надо отведать, правильно? Боги, они же полубоги, они же как бы разбираются, в чем дело. И вот они решили отстранить этих Асуров, этих демонов от этого напитка, иначе тогда постоянно вот это вот, они бы стали бессмертными, сами понимаете, и тогда с ними справиться нельзя было. Вишну, самый там главенствующий, будем так говорить, а он превратился в необыкновенной красоты девушку. Ну, женщины, они же, так сказать, задурманят голову кому угодно, не исключением были вот эти вот демоны, то есть она была настолько красива, настолько она была привлекательна, что все были просто очарованы. И Вишну в образе этой девушки убедил их, не надо пробовать, все будет и так нормально, все. Но один из демонов, он был самый умный демон, короче говоря, он принял облик одного из этих вот полубогов и сел на скамейку, где вот каждый ждал в своей очереди попробовать эту самурасу. Он сел между Солнцем и Луной. А эти ребята, сами понимаете, тоже обладают качествами. Короче, они его распознали, но в то время, когда он уже попробовал, то есть когда он пил, они поняли, что это демон. И тогда, и они сказали об этом Вишну в образе этой девушки, а у него был такой серьезный аппарат, диск, который он метал, короче говоря, он метнул этот диск и отсек голову этому демону. Но капельки вот этой Амрита уже попали в горло, и, короче говоря, тело упало на землю, а вот голова унеслась вверх. И вот таким образом появились вот эти вот два демона. Голова – это Раху, а хвост, туловище, хвост – это Кету. И вот голова Раху – это четыре, а Кету – это семь. Сказки закончились. Подходим к числу 13. Ну, надо сказать о том, что 13 августа, правильно? То есть знак, солнечный знак – это лев. Но влияние Солнца и влияние, опять же, урана по-прежнему, ну, скажем так, до 25-го примерно это августа будет. Потом мы переходим уже в другой знак, это Дева будет. Пока что мы находимся во льве. Правильно? Ну и те люди, которые родились 13-го числа, это не только 13-го, это 4-го, 13-го, 31-го числа, 22-го и 31-го числа. Примерно все они обладают очень серьёзными качествами. Вот это качество, 13, это очень интересная цифра. В сумме дают 4. Смотрите. Ну, во-первых, 13, сами понимаете, как некоторые народы относятся к этому числу. Ну, в Китае, на самом деле, число 4, в общем, неблагоприятное. Это чуть ли не знак смерти. Вот смотрите. Это Таро карта. 13. Видите, тут написано «смерть». Ну, на самом деле, что такое смерть? Смерть – это не просто смерть физическая, а это может символизировать собой много вариантов. Это изменения какие-то, это какая-то революция. Вспомните, незабвенный, великий, могучий Владимир Ильич родился 22-го числа. Неважно, апреля, но 22-го числа – это цифра 4. В прошлой программе, 11-го августа, я говорил о том, что в цифры дается 2. 11-е – это как бы уменьшённая копия числа 22. Это кармическое число. 22 – кармическое число. То есть это бунтари, это революционеры, и 13-е в том числе. Тут единственное, что указывает влияние, две цифры другие, в меньшей степени, но они указывают. Единица и тройка. Единица – солнце, тройка – это Юпитер. Так вот, Юпитер – очень и очень независимая планета. Это планета, которая не терпит, чтобы ей, этой планете, давали какие-то указы. На самом деле, есть две планеты. И они, учителя, скажем, планеты Юпитер, тройка – это планета, учителя полубогов. А планета, интересно, Венера, она как раз-таки учителя вот этих вот демонических, скажем, демонов, асуров. Почему? Это уже другая тема. И вот эти вот люди, которые находятся под влиянием числа 3, они достаточно легко раздражимы. То есть, это число 13. Это люди, которые родились 13 числа, они первые, они какие-то особенные. У них в детстве могут быть непонимания с родителями. То есть, родители их не понимают. Они живут по своему расписанию. Вот четверки и семерки, они живут по своему расписанию. Другая энергия, скажем, да. То есть, Раху дает возможность... Есть, во-первых, высшее проявление, есть низшее проявление. Высшее проявление этой планеты – это упорство, сосредоточенность. Это серьезное достижение. Это полная концентрация. Это путешествие. Ну, в 2014 году я вышел из под влияния 18-летнего. Это уже астрология этой планеты. Это было сколько? 18 лет. 18 лет. То есть, это все, что угодно, кроме материального достатка какого-то. Потому что деньги, которые люди, родившиеся этого числа, они, да, они зарабатывают, но как бы нет накоплений. То есть, им рекомендуется их не тратить, поскольку они, вот, их будут тратить, действительно. Но им не рекомендуется, поскольку на черный день надо все-таки это дело все сохранить. Короче говоря, вот такая вот ситуация. По поводу здоровья. Ну, здоровье может быть не самое сильное. Почему? Потому что слабые суставы, тонкие кости и позвоночник. Поэтому, вот, с этим может быть связаны какие-то ограничения. То есть, не рекомендуется тягать вот эти вот тяжести. И с позвоночником осторожно, очень аккуратно. Поднимать особенно снизу, в общем, не стоит. Какие камни можно носить? Ну, первый и самый главный камень этой планеты, это, есть такой камень, называется Гессонид. Гессонид. Его надо носить, и его надо носить. Я когда-то его носил, но так получилось, что я его потерял. Я был где-то там в экзотической какой-то там стране в очередном своем путешествии. И где-то там он у меня, не знаю, каким образом, но потерялся этот камень. Ну, для меня это был знак, я выхожу из-под влияния этой планеты, демонической. Хотя это не демоническая, нету плохих планет, есть просто неправильные отношения. Кстати, это подверженность людям, людей к вспышкам агрессии, гнева, низшим проявлений. Это музыка, которая там heavy metal, допустим, да. Это вот эти вот тяжелый такой рок, который бьет там по ушам и так далее. И это низшее проявление. Это, кстати, может быть алкоголизм. Или вот подверженность к спиртным напиткам и даже к наркотикам. Какие-то сексуальные увлечения, выходящие за рамки, допустим, обычного, нормального, так сказать, нормальных отношений между мужчиной и женщиной. То есть, тут надо быть, еще раз повторяю, осторожным. Какие могут быть цвета? Ну, цвета это те, которые связаны, опять же, с Солнцем. Все оттенки сапфирового, синего и ультрамарин в сочетании с желтым, золотистым, оранжевым цветом. Ну, камни могут быть... Гессонит главный, как бы, камень. Но, опять же, рекомендуемые камни, это бриллиант, рубины и топазы. Самые дни какие благоприятные? Ну, во-первых, еще раз, 1-4, 1 Солнце, 4 вот этого вот раху. И это, в общем-то, дни суббота, воскресенье, понедельник. И числа 2 и 7. То есть, это Луна. Ну, вот смотрите, Луна, Солнце, Moon Day, да, Мандэй, понедельник, Sunday, Sunday, это воскресенье, правильно? Ну, еще и суббота. Вот, каждый, на самом деле, день несет в себе энергию. Сегодня суббота, поэтому рекомендуемые цвета, это такой темные цвета, это черный, темно-сиреневый, фиолетовый, темно-фиолетовый. Вот, примерно такие цвета мы должны носить в этот день, если мы говорим суббота. Если попадает этот день, желательно на понедельник и на, возможно, воскресенье, тогда влияние этой планеты усиливается, и качество усиливается, то есть, это ваши благоприятные дни. И вот это, скажем, сочетание вот этих вот всех факторов, оно может приводить к тому, что вы себе запланировали, к решению таких задач, достаточно серьезным. Ну, что еще можно отметить, в этот день родился Фидель Кастро, революционер, Раху, полностью подпадает. Ну, еще раз, это все очень и очень упрощенно. Надо рассматривать общую дату, конечно, рождения, каковы два числа, две цифры эти, потому что в современной нумерологии это число имени, потом число души, я называю по-другому число рождения, число кармическое, это в ведической, скажем, системе. И на самом деле все эти цифры, они говорят только лишь о том, что как мы это все воспринимаем, и как мы в этом находимся. Цифры, они никогда не статичны, они динамичны. Качество, которое мы приобрели в наших предыдущем воплощении, поскольку мы родились этого числа, это не просто так мы родились этого числа в определенное время, тут есть очень и очень серьезные факторы, астрологи об этом скажут очень много, но это качество, которое мы приобрели в нашем предыдущем воплощении, и вот мы перешли в это качество до определенного возраста, примерно до лет 35. Поэтому есть и рекомендации, примерно до этого возраста, 30, 35, 37, ну, скажем так, 40 лет, мы под влиянием того числа, когда мы родились, дня, когда мы родились, а дальше мы функционируем с нашим кармическим числом, куда мы потом перейдем в следующее наше воплощение, это будет полная дата нашего рождения, но тут много нюансов, сейчас нет времени вдаваться в эти детали, тем более, что, ну, еще раз, есть разные интерпретации. Я, так сказать, интерпретирую таким образом, я стараюсь подходить к этому вопросу, я лично, с точки зрения психологии, если общаешься с человеком, то тем более знаешь, кто он и что он, ну, поэтому, как бы, общение так или иначе надо, а человек, зная такие вот свои качества для этого, в общем-то, и всегда и брались в консультации у астрологов, нумерологов, психологов, хирологов, хиромантов, для того, чтобы люди имели информацию, а потом они могли ей пользоваться правильным образом, то есть у нас есть качество, мы их должны нейтрализовать, плохие усилить, хорошие, поэтому мы можем, очень просто, ведь число мы можем изменить, энергии можем изменить, оно меняется. Я, переехав сюда, к примеру, я Майкл, хотя там на той территории, где я проживал в Советском Союзе, я был Михаилом, естественно, то есть это все разные энергии, скажем, Миша, Михаил, Майкл пишется по-разному, да, ну, в смысле, по-английски пишется совсем по-другому, Микайл можно прочитать, но произносится Майкл, поэтому каждая буква несет в себе определенную энергию, сочетание этих двух всех энергий, сочетание полного имени дает, изменяет энергетику самого человека, поэтому можно усилить, можно нейтрализовать слабое качество, в сочетании с мантрами, молитвами, можно очень многого чего добиться. Сейчас еще раз, вот, много чего можно рассказать и прочитать, но думаю, что пока этого хватит, если будут вопросы, www.sungatesradio.com Это SunGates 1.08, самый удобный метод общения по скайпу SunGates 1.08 на фейсбуке, наберите SunGates Radio, наберите Майкл Мелехов, меня, если у вас есть какие-то вопросы, да и в YouTube программа записывается, есть такая возможность у нас, слава Богу, после этого она будет upload на YouTube, и дальше можно там тоже задавать свои вопросы, поэтому, дорогие друзья, поздравляю вас с субботой, выходным, и желаю вам всего доброго, и главное, чтобы мы были все счастливы, правильно? Если мы счастливы, значит, с нами все в порядке, поэтому благодарю за внимание, и встретимся в нашей следующей программе.